Всем привет, с вами Лиза, на канале Border Collie Vlog, я снова с Хасичем, но мы сейчас идём на море, я хочу там посидеть, почитать, покайфовать, ну насколько это получится вообще с Хасичем, ну посмотрим. А я ещё поговорить хотела о том, что у меня есть такие вещи, как вот эта кофта, эта вещь, я называю её собачника, вещь собачника, потому что здесь пятна жирные, которые уже не оттираются, грязные, тут какие-то грязные пятна, дырка в кармане, дырка в кармане. Это вещи, в которых не стыдно, так скажем, выйти в нашу деревню, погулять, посидеть, они тёпленькие, но при этом там в город в них уже не выйдешь. А в деревне ты, у нас тут, ты можешь и с собакой лапы на тебя могут ставить, и грязнить это, и после водорослей и мокрыми могут на тебя, так скажем, залазить. И не жалко эту вещь, которую выкинуть не жалко, я уже одну такую выкинула, у меня была точно такая же, тоже бежевая, и я её тупо выкинула. Безозрение совести, вообще. И вот эта кофта примерно в таком же типаже, но её я пока не выкину, потому что она тёпленькая. Вот сейчас, видите, сейчас тепло, но если ветер, то прохладненько. И при этом со мной хась, которая может и лапы на меня поставить, и я могу где-нибудь изгрязниться. Так что, вот есть такие вещи, мне не стыдно в них ходить, выходить куда-либо вообще. Ну, кроме общественных мест, конечно, в город, я в такой кофсе не поеду, ну, совсем как бомжа-то выгляжу. По сути, у нас сегодня среда. Сука, час дня, 12 дня. Никого сейчас не будет на море, то есть ни людей, вообще пустота. Так что мы, надеюсь, спокойненько поугуляем. Потому что я вчера вышла в 8 вечера, почти в 9. Народу просто тьма, тьмущая. Ощущение, что весь наш Клогоран решил резко погулять с собаками. Причём именно с собачников. Ты фигище. Это я ещё на море не сходила, это только рядом с морем было. Я надеюсь, сейчас не будет никого, и я смогу реально спокойно почитать, не отвлекаясь и не следя за ним. Он будет у меня просто на рулетке делать, что хочет. Рулетку он не перегрызает. А я буду сидеть читать. Кайфовать. Ну вот, к этому мы шли. Она достаточно ветвенно, так что долго мы, вероятнее всего, не посидим. Море у нас очень сильно ушло. Причём, я не помню, оно давно уже ушло. Я не знаю, оно не пришло, получается, до сих пор. Или я просто везунчик и постоянно прихожу, когда оно уходит. А Арчик будет сейчас тусить, сам развлекаться. В идеале, если он просто ляжет и не будет дрыгаться. А я читать. В итоге нифига мы не посидели. Ой-ой-ой. Потому что витрюга ледяная. Я решила всё-таки уйти туда потом, подальше. Ну, на море, конечно, классно. Единственный минус – это водоросли. Сейчас от них такой, знаете... Ну, вы знаете, как пахнут такие подгнившие водоросли? Вот запашок примерно такой. Я не скажу, что он меня напрягает, так как я не особо чувствительна к запахам. Плохим запахом, так скажем. То есть, когда мне, например, чтобы узнать, пахнет ли собаками у меня в комнате или не пахнет, мне приходится просить кого-то сказать мне об этом. Потому что сама я, например, не чувствую какой-то малейший признак запаха собачатиной. Вот так вот. Возоросли я чувствую, но они не приносят такого прям супердискомфорта. Сейчас пойдем там, где детская площадка, и там есть дорожки, и на дорожках есть сидушечки, где мы тоже присядем, и там будет поменьше ветра. А видите, какое клевое место откопало. Скажется, рядом дорожка, не тенечек. Ну, нормально. Можно сидеть. Апчуга может уйти туда в тень. Жарко мальчику, да. Я вот сюда подвинусь, чтобы он, в принципе, здесь может лечь. Ложись. Ложись, Арчу. Ложись, моя булка. Не. Не. Сопротивляется. Ну, ничего, устанет, ляжет. Там есть тенечек тоже, так что нормально. Здесь зато нет ветра. Можно спокойненько отдыхать. У меня сейчас тема такая интересная в голове появилась. Это путешествие. То есть уезжать куда-то, оставлять собаку и уезжать куда-то на путешествие. И как бы считается, что надо это, чтобы развеяться, чтобы вот кайфануть немножко. А я понимаю, что я не смогу. Ну, знаете, я как вот эти яжематьки. Как яжемать. Которая, блин, за своего ребёночка, вот эти бизички. А как у нас, что с ним? И вот я, если я куда-то уеду, даже на неделю, оставив бордеров на кого-то, я буду, я буду пипец. Я буду весь свой отпуск, так называемый, я буду переживать. Как там мои собачки? Что да как? Я не представляю, например, как я уеду, оставив куда-то бордеров. Я, сколько, Лео, получается, шесть, пять? Пять или шесть, и я ни разу, ни разу никуда не уезжала без него. То есть, ну, понимаете, насколько всё плохо. Ну, и мне не надо это. Я вот внутренне, я не чувствую, что я хочу прям куда-то там, во Францию, там, в Италию, поехать отдохнуть. Для меня поехать отдохнуть просто вот в Эстонии, куда-нибудь, в другой часть Эстонии в лес, уехать, где-то вот где будет избушечка какая-нибудь. Я одна, собаки, и никого больше. Для меня вот это реальный отдых, а не ваши эти экскурсии, море, жара, куча людей, шум на город. То есть, для меня это вообще нифига не отдых, а наоборот, какое-то напряжение. Вот так вот. Так что я за 5 лет, за 5? Вроде за 5 лет. У нас получается так, что мы съездили в отпуск, и после этого ко мне приехал Лео. И после этого Лео сейчас почти 6. И после этого я ни разу никуда не путешествовала, ну, далеко. Я и в Латвию, и в Литву, и в Финляндию, то есть катались, но так, чтобы прям оставить Лео и уехать куда-то. Нет, он всегда с нами. Вот так.